Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки «Теплица социальных технологий». Сегодня я расскажу, как следить за важными для вас темами и новостями в интернете с помощью оповещения от Google. На английском языке этот сервис называется Google Alerts. Часто важно отследить новости по интересующей теме. Например, если нужно посмотреть, кто разместил анонс вашего мероприятия, поделился вашей новостью, упомянул вашу организацию или что-то произошло по нужной теме. Многие в таких случаях часто проверяют новостные ресурсы или пользуются поисковыми системами, пытаясь отследить появление нужной информации по ключевым словам. Но есть другой, наиболее простой и эффективный способ получить всю нужную информацию – воспользоваться оповещениями от Google. Создавая оповещения, вы сможете получать все новые результаты по интересующей теме на свой ящик электронной почты. Сервис оповещения работает очень просто. В поисковой строке нужно разместить запрос, который вы хотите отслеживать. Нажимая на «Еще параметры», я могу выбрать для себя наиболее удобные настройки. Здесь можно выбрать, как часто я хочу получать уведомления по почте. По мере появления результатов – не чаще раза в день или раза в неделю. В поле источников я могу оставить автовыбор или выбрать только интересующие, например, блоги, новости, интернет, а также тип контента – видео, книги, обсуждения или финансы. В следующем поле можно выбрать, на каком языке вас интересует обновление по заданной теме. Можно выбрать один или поставить все языки. Следующая настройка дает возможность выбрать страну, в которой важно отследить новости и обновления по заданной теме. Можно также указать все страны. Вкладка «Количество» позволяет выбрать только лучшие результаты, которые будут наиболее популярны, или можно указать все результаты. Во вкладке «Доставка» можно выбрать, куда будут отсылаться оповещения – на ваш адрес электронной почты или в RSS-FIT. Возможность экспорта оповещений в RSS-FIT будет полезной, если вы хотите разместить появляющиеся изменения по заданной теме, например, на своем сайте. После указания всех настройок необходимо нажать «Создать оповещение», и оно появится в списке всех ваших оповещений. Когда оповещений станет несколько, работу с ними можно упростить, указав в настройках время доставки оповещений, а также можно включить сводку, когда все оповещения будут приходить в одном письме. Важно отметить, что при создании оповещения можно использовать несколько ключевых слов, просто перечисляя их через запятую. А для продвинутых пользователей есть возможность использовать поисковый синтаксис, например, «Золотая рыбка» минус «Пушкин». В таком случае будут отслеживаться новости по ключевым словам «Золотая рыбка» и не включаться новости обновления о произведении Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Таким образом, используя оповещения от Google, вы не пропустите новости и изменения по интересующей теме в интернете, получая обновления по электронной почте или в виде RSS. Продолжение следует...